Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Тимофею, библейский портал экзегет, вторая глава. В первой главе послания Павел приветствует Тимофея, которого называет своим сыном по вере, и рассказывает о себе, о том, как он в свое время гнал церковь и потом по благодати Божией стал христианином. И приводит это, прежде всего, как пример того, что дело не в законе. Когда-то он исполнял ревностный закон, но не это оказалось для него главным. А что же главное? Вот во второй главе он начнет это перечислять. Прежде всего, я призываю к молитве, просить заступаться и благодарить за всех людей, за всех, не только за своих, за царей и всех, кто начальствует, чтобы нам проводить тихую и спокойную жизнь во всем благочестивую и достойную. Напомню, что цари и практически все начальники в Римской империи на тот момент язычники. То есть, это не Византия, где императоры тоже христиане. Это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который желает, чтобы все люди пришли к спасению и познанию истины. А вот и объяснение. Он никого не хочет погубить, значит, христиане содействуют спасению всех людей, а там, где это невозможно, где нет шансов на какую-то победу их проповеди, там они, по крайней мере, молятся за них. Бог единый, един посредник между Богом и людьми, человек Христос и Иисус. Он отдал себя во искупление всех свидетельств в назначенное время, и я был поставлен его глашатым и апостолом. Я безо всякой лжи говорю во Христе истину, наставляю народы в вере и истине. Вот краткое резюме его веры. В послании к римлянам, собственно, все послание будет комментарием, можно так сказать, вот к этим нескольким строкам из первого послания к Тимофею, но Тимофею не надо напоминать основы вероучения. Един Бог, единый посредник между Богом и людьми, Христос искупает всех людей, и Павел его глашатый и апостол. Все. А вот дальше он переходит к практике. Вот о практике нужно сказать более подробно. И еще раз напомню, поскольку послание личное, оно гораздо более конкретное и местами довольно жесткое. Вот сейчас будет жестко. Я хочу, чтобы мужчины повсюду молились, воздевая чистые руки без гнева и споров. Молитвенный жест – воздевание рук. И точно так же пусть женщины одеваются скромно, украшая стыдливостью и целомудрием, а не прическами и дорогими одеяниями с золотом и жемчугами. Нет, лучше добрыми делами, как и подобает женщинам, которые стремятся к благочестию. Это что же, мужчины пусть молятся, а женщины пусть красиво, но скромно одеваются? Но не молятся. А мужчины пусть одеваются, как попало, да? Нет, конечно, он проводит такое неравномерное, может быть, здесь наставление, но дело в том, что, скажем, в иудаизме до сих пор это сохранилось. Молитва удел в основном мужчины. Женщина, нельзя сказать, что она в иудаизме не участвует в духовной, в религиозной жизни, но ее участие в основном связано с домом. Вот, не случайно, в ритуалах субботы, да, в иудаизме роль женщины не меньше, чем мужчины, может быть, даже больше, потому что это празднование домашнее. Это вот, собственно, накрытый стол, зажженные свечи и все такое прочее. И здесь, пожалуй, Павел тоже проводит такую асимметрию, которая, собственно, отражает тогдашнее состояние общества мужчины. Он деятель, он обращен вовне, женщина, она внутри дома, скорее, да? Такое довольно естественное распределение ролей. И часто в этом видит дискриминацию женщин и сравнивает, ну, как же так, Павел, вообще-то, говоря с общинами, ничего плохого о женщинах не говорил, а здесь у него женщина как будто такой друг человека, но не совсем человек. Нет, это не совсем так. Просто он, так же, как он принимает, допустим, деление на рабов и господ, не одобряя его, но и не протестуя, да, просто принимает как факт, здесь он принимает распределение ролей между мужчинами и женщинами в обществе того времени. «Женщина пусть принимает учению в молчании, в всяческом подчинении, а вот учить женщине я не позволяю, равно как руководить мужчиной. Прежде был создан Адам, и только затем Ева, и обману поддался не Адам, это женщина обманулась и оказалась преступницей». Вот жестко, да, особенно женщинам это неприятно слушать, наверное, потому что получается, что, в общем, ну, женщина вторична по отношению к мужчине прямо совсем. Вот в этом месте для Павла да. И я еще раз напомню, считаю, что это просто отражение того же, что рабы и господа, да, сегодня у нас это не так, но тогда это было так, он это деление принимал. Про женщин дальше. «Но и рожая детей она спасется, если пребудет в вере и любви в святости с благоразумием верно сказано». Верно сказано, относится уже к началу третьей главы, но по смыслу скорее это подведение итогов второй. «Но и рожая детей она спасется». Можно перевести это немножко. Допустим, она спасется, рожая детей, и некоторые так это и читают, многие так это читают, и тогда женщина уже становится совсем каким-то просто комбайном по производству детей. Ее роль в жизни, вот просто рожать, 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 точка. Я не думаю, что это так. Скорее, здесь, наверное, смысл такой, что даже рожая детей она спасется. Почему? Так я считаю. Ну, потому что в оригинале там как-то двусмысленно, да, а женщина, когда она начинает рожать детей, то, понятно, ее жизнь уходит в детей, да. Это совершенно нормально и естественно. И там, допустим, какая-то духовная, религиозная, интенсивная жизнь просто не очень возможна в это время. Но он говорит, дело не в том, что там вот нужно очень много молиться и все прочее, а для женщины это такой естественный путь ее спасения, да. Вот семейная жизнь – это ее духовная жизнь. Ну, вот нравится нам это или не нравится, но Павел так пишет, что я могу поделать. В третьей главе он перейдет совсем к другой теме, которая тоже далеко не всем нравится – «Как быть епископом». Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...